С металлоискателем в хвойном лесу. Окопы и рвы деревни Бушариной следует поисковик Владимир Олейник. Характерный звук решено копать. И вот случайный артефакт. Для поисковика необходимо найти, прежде всего, для нас это либо какие-то личные подписные предметы, бывает это ножик подписной, кружка подписная. В деревне Бушарина поисковики работают уже два года. Не забывает команда о подрастающем поколении. В этот раз свои ряды приняли Никиту Кузьменко. Предложила новое хобби для сына мама и не прогадала. У меня, говорит, трое сыновей. Возьмите одного из них к себе. Я хочу, чтобы он мужественно преодолевал тяготы и лишения поисковой работы. И настоящим мужчиной стал. За год, можно сказать, превзошел себя. Признается помощник командира. Освоился быстро и теперь обгоняет по количеству найденных артефактов многих опытных поисковиков. Но это хобби. Сам молодой искатель приключений мечтает стать тренером по плаванию. Находок много. Самая такая находка – граната F1, которую нашли как раз вот здесь, буквально метров сто отсюда. Самое интересное, то, что хочу найти, это танк достать. С такой сплоченной командой все по плечу, говорит Никита. По итогам каждого выездного дня вместе рассматривают найденные вещи, делятся впечатлениями. Вот фрагмент немецкого головного взрывателя от снаряда. То есть их здесь находится в большом количестве, что говорит об интенсивности обстрелов наших войск немцами. Шомпол от винтовки, многочисленные гильзы, осколки связного оборудования и фрагменты каски. Лесные массивы у деревни Бушарина богаты на предметы времен Великой Отечественной. За пять часов работы копилка артефактов поискового отряда значительно пополнилась новыми находками. Узнать подробнее о деревне Бушарина вы сможете в программе «Про округ» сразу после выпуска новостей. Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok